Граф Бурхарт Кристоф фон Мюних на Йенхунторф, Альденбург, 16 октября 1767 года, Санкт-Петербург, российский генерал-фельдмаршал, наиболее активный период деятельности которого пришелся на правление Аннея Анновной, подполковник Преображенского лейб-гвардии полка, отец мемуариста Ягана Эрнста Мюниха. Ранние годы о происхождении роде СМ статью Мюнихи. Будущий фельдмаршал родился в Альденбурге в семье потомственных инженеров, занимавшихся водными сообщениями, получил основательное образование, овладев инженерным и чертежным искусствами, освоил латыни и французский язык, а также получил опыт в области гидротехники. В 1700-1720 годах он служил инженером во французской, гессендармштадтской, гессендармстадтской и польско-саксонской армиях. Под знаменами принца Евгения Савойского и герцога Мальбора участвовал в войне за испанское наследство в ряде военных походов в Европе, что дало ему боевой опыт. В Германии заслужил чин полковника, в Польше получил от августа второго чин генерал-майора, сподвижник Петра I. В 1721 году по приглашению русского посла в Варшаве Г. Долгорукова Миних прибыл в Россию вести инженерные дела, задуманные Петром I. Когда он представил царю чертеж нового укрепления Кронштадта, довольный Петр сказал, «Спасибо Долгорукову, он доставил мне искусного инженера и генерала. Успешная деятельность Миниха по устройству судоходства на Неве, прокладке дорог, строительству Балтийского порта, проведению первого обходного Ладожского канала в 1723-1728 годах принесла ему глубокое уважение царя. В 1722 году он был произведен в генерал-лейтенанты, в 1726 году уже при Екатерине I в генерал-аншефы, удостоен ордена святого Александра Невского. Именно Миних, как и талантливый инженер-гидротехник, доказал невозможность устройства водных феерей в Стрельне и убедил царя перенести загородную резиденцию в Петергоф. Так как в случае реализации фонтанного комплекса в Стрельненской резиденции территории в десятки квадратных километров грозило бы затопление, после смерти Петра его преемники Екатерина I и Меншиков не имели намерения отменять результаты его деятельности. Но создалась такая неопределенная ситуация, что указы Петра перестали исполняться, а полицмейстер Девиер нередко допускал в этом вопросе послабление. С весны 1725 года началось всеобщее бегство лиц из Петербурга, принадлежащих к любому сословию, которые стремились уехать из столицы в Москву или в провинцию. 24 февраля 1728 года молодой император Петр II короновался в Москве, а накануне в нее переехал и двор. Император совершенно перестал интересоваться государственными делами и вел праздную жизнь. Никому ничего не платили и каждый воровал столько, сколько мог. Петербург опустел и был даже поставлен вопрос о том, оставаться ли ему столицей, так как в течение четырех лет в нем отсутствовал императорский двор. В 1727 году император Петр II, переехавший со своим двором в Москву, назначает Мениха правителем Петербурга. С 1728 он граф, генерал-губернатор Ингерманландии, Карелии и Финляндии. В это время он ведет интенсивное строительство в Петербурге, Выборге и Кронштадте. К этому времени Мених показал себя деятельным, настойчивым и распорядительным администратором с весьма основательными знаниями в области гидротехники и военного дела. Окончание работ на Ладожском канале, обеспечившем безопасное плавание в обход бурного Ладожского озера, имело чрезвычайно большое значение для экономики города. Поскольку соединяло его с центральными губерниями России и расширило товароборот порта, в результате цены на товары первой необходимости сделались приемлемыми для большинства населения. Положено было начало регулярному морскому сообщению с Европой. А из Кронштадта начали на Любик и Донцик отходить почтовые пассажирские пакетботы с билетом ценой 3 рублей. В городе было завершено строительство здания 12 коллегий и постройка каменных бастионов Петропавловской крепости. Миних начал думать о строительстве моста на Стокгольм. Для оживления общественной жизни в столице и поддержания ее столичного статуса он часто организовывал в своем доме балы, торжественные обеды, торжественные дни, празднества, делал парады и смотры войскам и торжества при спуске судов. Благодаря его энергии Тербург сохранил свою роль важнейшего российского города до фактического возвращения ему функции столицы государства. В царствовании Анны Иоанновны 28 апреля 1730 года в Москве была коронована Анна Иоанновна, дочь брата Петра Великого Иоанна Алексеевича. Это событие было отпраздновано в Петербурге, где после торжественного обеда в доме Миниха вечером был устроен невиданный даже при жизни Петра фейерверк. Год спустя Миних был вызван в Москву, где ему было поручено подготовить петербургские дворцы к возвращению двора. Осенью 1731 года в Петербург вернулась гвардия. 15 января 1732 года в город вернулась императрица, официальный въезд которой был организован с чрезвычайной пышностью. При этом Миних Нальдуневы организовал инсценировку взятия снежной крепости. С возвращением двора временное запустение сменилось наплывом населения и в городе даже начался квартирный кризис. Чрезвычайно быстро начали застраиваться городские площади, ранее занятые лишь отдельно стоящими домами. Пограничная черта прошла по теперешнему загородному проспекту, но из-за ней вплоть до Смольного и Александра Невской лавры также велось строительство. Значительную часть этой площади Миних взялся осушить собственными средствами на условиях взаимообразного отпуска денег и вечного права на десятую долю сделанного пригодным для жизни и пространства. Короткое время пригодной под застройку стала обширная площадь на материковой стороне города, ныне занимаемой городским центром. После восшествия на престол Анна и Анновна Христофор Антонович в короткое время был пожалован генерал Фельдсехмистером, президентом военной коллегии. А 25 февраля 1732 года генерал Фельдмаршалом ему было поручено принять меры по улучшению бетвенного положения русской армии. Взявшись энергично за дело, Миних привел в порядок армейские финансы, основал при войсках госпитали для раненых и гарнизонные школы. Он сформировал два новых гвардейских полка. Конный гвардей Измайловский провел переустройство гвардейских и армейских полков, преобразовал военную коллегию. Основал в Петербурге первый в России шляхетский кадетский корпус, дабы в нем от 4 до 500 молодых дворян и офицерских детей воспитывать и обучать как телесным и военным упражнениям, так и чужестранным языкам, художествам и наукам. Поскольку не все ученики имели склонность к военной службе, а государству не менее нужно политическое и гражданское обучение, в нем полагалось преподавать историю, географию, юриспруденцию, танцы, музыку и прочие полезные науки. Кадеты имели право посещать лекции академических профессоров с тем, чтобы иметь возможность поступить на гражданскую службу, а для их экзаменов привлекались профессоры и адмиралы академии. Миних многие годы опекал шляхетский корпус, будучи в 1732-1741 годах его начальником. Миних составил новые штаты для армии, заменившие старую табель 1704, ввел в армии корпус тяжелой конницы, создал первые полки и гусар, сравнял жалования природных русских офицеров с приглашенными иностранными. Он создал новый для России род войск, саперные полки и основал инженерную школу для офицеров. При нем были модернизированы или построены 50 крепостей. Эти и другие преобразования улучшили состояние русской армии. Осада Данцига в 1734 году по предложению фаворита императрицы, герцога Берона Миних был направлен осаждать Данциг, где находился французский ставленник Станислав Лещинский. После кровопролитных боев Данциг был взят, но Миних получил упреки за долгую осаду и за допущение бегства Лещинского из города. Оправдывая замедлительность, Миних писал, в Данциге было 30 тысяч вооруженных войск. Я же не располагал и 20 тысячами, чтобы вести осаду, а между тем линия окружения крепости простиралась на 9 немецких миль. На польский трон был посажен ставленник России и Австрии Саксонский и Курфюрст Август Русско-Турецкая война. В 1735 году было решено объявить войну Турции в ответ крымским татарам за набеги на русские земли. Кипучая энергия Миниха и его желание через военные победы возвысить свой авторитет. Превзойти Астермана и Берона побудили его принять пост главнокомандующего в этой войне. Организовав первые недели войны осаду Азова и Очакова, фельдмаршал во главе 50-тысячной армии двинулся к перекопу для завоевания Крыма. После трудного месячного марша 21 мая его войска штурмом овладели перекопом и проникли в Крым. В результате тяжелого и изнурительного похода были завоеваны у татар Гезлифа к мечети столицы крымского ханства Бахчисарай. Потери русской армии от вспыхнувшей эпидемии распространения болезней, нехватки продовольствия и воды были значительными. И фельдмаршалу пришлось повернуть назад на Украину, но путь в Крым для России все же был проложен. Тем временем фельдмаршал Петр Ласи овладел Азовом. Период крымского похода выбыло из строя около половины всего состава армии Миниха. И фельдмаршал отклонил предложение Петербурга идти на Крым вторично осенью. В 1737 году Миних предпринял новый военный поход, на этот раз через Днепр на очаков. После упорного и кровопролитного штурма крепость была взята после чрезвычайно эффективного действия русской артиллерии. Причем фельдмаршал подавал пример личной храбрости. Командуя в строю батальоном Лейб-гвардии из Майловского полка, он собственноручно водрузил гвардейское знамя на главной башне крепости. Период перехода к очакову потери армии Миниха были велики вновь из-за повальных болезней, тифа, чумы, недостатка продовольствия и фуража. В следующем году главнокомандующий водил армию к Бендерам, но вернулся на Южный Буг, не дойдя до цели и снова из-за эпидемии. Огромные потери в армии не смущали ни Миниха, ни Петербург, который требовал от фельдмаршала военных побед. Чтобы обеспечить взаимодействие с австрийскими войсками, действовавшими в Валахии и Боснии, русский главнокомандующий в начале 1739 года развернул наступление в Молдавию и добился перелома в войне. В августе русская армия разгромила турецкие войска в сражении под Ставучанами близ Хатина. Здесь турецкое войско численностью до 90 тысяч окружило русскую армию. Но Миниха применил военную хитрость имитируя атаку левым флангом, а затем обрушившись на противника главными силами справа. Турецкая армия в беспорядке отступила за реку Прут. Потери армии Миниха составили 13 убитых и 54 раненых. Через два дня капитулировала турецкая крепость Хатин. Вскоре была занята большая часть Молдавии. Эта победа была воспетала Моносовым в его первой ОД, которая считается первым поэтическим опытом в русской литературе. Угроза нападения со стороны Швеции и выход из войны союзницы России и Австрии вынудили Анну и Анновну заключить в Турции белградский мир. Это остановило боевой порыв честолюбивого фельдмаршала, готовившегося к новым сражениям. Наградами ему за действие в войне стали Орден Святого Андрея Первозванного, звание подполковника Лейбгвардии Преображенского полка и Золотая шпага, осыпанная бриллиантами, свержение власти Берона. В 1740 году после смерти Анны Иоанновны, согласно ее завещанию, регентом при малолетнем императоре Иоанне Антоновиче стал герцог Берон. Среди высшего дворянства недовольство регентом было чрезвычайно велико. В ночь на 8 ноября 1740 года Мених, заставший в свое время Анну Леопольдовну в слезах по причине притеснений со стороны Берона и обещавший ей поддержку, приказал своему адъютанту Манштейну во главе команды из 20 солдат арестовать Берона в его спальне. Вскоре Берон был судим и приговорен к смертной казни, замененной ссылкой в Пиллом Сибири. Анна Леопольдовна не возражала против пожалования Мених у чина генералиссимуса, но тот уступил этот титул отцу малолетнего императора Антону Иллериху Брауншвейкскому, получив взамен пост первого министра по военным, гражданским и дипломатическим делам, однако вскоре в результате интрига Стармана Мених вынужден был уйти в отставку. Обвинение в измене. Приговор и ссылка. В 1741 году с воцарением Елизаветы Петровны Мених был предан суду и приговорен к смертной казни по целой серии ложных обвинений. В государственной измене, в пособничестве Берону, в мздоимстве и казнократстве, идя из крепости к месту казни, Мених сохранял бодрость духа, разговаривал с сопровождавшими его офицерами, вспоминал о войне и привычной для военного человека готовности к смерти. У жены Шафоте он услышал новый приговор. Казнь была заменена ссылкой в Сибирь, там, в деревне Пилым. Мених провел 20 долгих лет, не сдаваясь годам, он занимался физическим и умственным трудом, выращивал овощи, обучал детей, сочинял разные инженерные и военные проекты. Время от времени Мених направлял в столицу предложение назначить его сибирским губернатором. Оценка деятельности. Христофор Антонович Мених имел немецкое происхождение, но его военные и государственные дарования проявились в России, которой он долго и ревностно служил как своей второй родине. Вошел в русскую историю как выдающийся военный и хозяйственный деятель, непобедимый фельдмаршал, продолжатель дела Петра I. Менихом была проведена колоссальная работа по качественному усовершенствованию русской армии, крепостного хозяйства и тыла. Огромная созидательная деятельность Мениха касалась также укрепления государственной системы Российской империи. Роль фельдмаршала графа Мениха в войнах 18 века и вообще в военной истории России очень высока. Под командованием фельдмаршала русская армия впервые вторглась в Крым и, успешной практически без потери отразив и России форду крымского хана на его же территории взяла столицу ханства Бахчисара и жажгла его. Мених впервые в истории России победил в открытом полевом сражении турецкую армию, которую в Москве очень боялись и уважали, особенно после чагиринских походов. Миф о непобедимости турок особенно сильно засел после неудачного прудского похода Петра. Мених же в битве при Ставучанах обратил в бегство превосходящую его армию Сироскира Бендерского вели Паши. Это была первая настоящая победа русских над турками, положившая начало победоносных войн России спорты. И именно фельдмаршал Мених первый положил начало этой странице русской боевой славы. Память памятник Христофору Мениху в поселке Луния в литературе. Фельдмаршал Мених является одним из персонажей романа В. Пикуля «Слово и дело» повести Малданова «Пуншувая водка».